Вы уже более 50 лет в онкологии и вам уже за 80, так? Так, но сейчас я знаю, что вы оперируете вместе с молодыми полными сил докторами и руководите операционным тимом, и кроме этого у вас хватает сил еще на консультации. То есть вы показываете пример человека, у которого больше сил, чем у молодых, пышащих здоровьем докторов. В чем секрет вот такого состояния? Ну я думаю, что это прежде всего генетически продиктовано. Моей родители, к сожалению, сейчас нет, но дело в том, что они жили почти до 100 лет. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что здоровый образ жизни, который человек ведет, он тоже в определенной мере способствует, что долгое время сохраняется способность человека. И я, например, считаю, что та выдержка, которая у меня существует, она прежде всего связана с тем, что я в молодости занимался хорошо спортом. Ну, как все студенты. В институте я занимался игровыми видами спорта, баскетболом, волейболом, участвовал даже в всесоюзных соревнованиях. Вот. И я считаю, что вот эта вот тренировка определенная, вот эта вот выдержка, которая должна быть у хирурга, вот, кроме того, режим, так сказать, поведения, который вырабатывается у спортсменов, они чрезвычайно благоприятно действуют на, думаю, на здоровье человека, на его трудоспособность, вот, и способность, так сказать, работать и оказывать определенную помощь людям. Я скажу, что дело в том, что до некоторой степени это связано еще с условиями. Дело в том, что я, во-первых, образование получал в институте, в котором работали профессора из Ленинградских вузов. Это было высококупрессионные люди, прекрасно знающие медицину. Кроме того, они, кроме медицины, нам еще прививали знания по правильному поведению в обществе, к правильному поведению, так сказать, по отношению к своему здоровью, к окружающей среде. Это были люди, которые, так сказать, вселяли у нас надежду на то, что если ты будешь следовать этим законам, вот, таким вот гуманным законам, законам, которые предусматривают правильный образ жизни, его ведение, то это будет, так сказать, способствовать и тому, что ты будешь долгое время работать, и то, что ты будешь способна продолжать до длительного времени. Я скажу, что я, так сказать, обязан, конечно, и своей семье, и своей супруге, которая является у меня, так сказать, руководящим началом в семье, которая, так сказать, много уделяла внимания, так сказать, с тех пор, как мы сняли вместе, и нашему здоровью, поведению, и режиму отдыха, режиму работы. Вот, и поэтому я считаю, что вот эта вот, та трудоспособность, которую я сохранил до 80 лет, она, я делаю это благодаря тому, что действительно я, во-первых, с замечательными людьми встречался, которые знали, как нужно спланировать жизнь человека, вот, как она должна протекать для того, чтобы не было пагубных каких-то влияний на его здоровье. Например, я за свою жизнь, так сказать, не увлекался такими пагубными явлениями, как, так сказать, курение табака, и там спиртными, употребление спиртных напитков, вот. Ну, правда, во время, так сказать, за всю свою жизнь я, может быть, болел только серьезно два раза. Вот, это сейчас, последний раз, когда у меня несчастье было, когда я сепсисом болел, вот, это была ошибка, очень, так сказать, трагическая, вот, которая не связана ни с тем. Это, можно сказать, по моей доброй воле, после, так сказать, переливания уколов, введения каких-то растворов внутривенных я получил сепсис. Ну, слава Богу, меня, так сказать, здоровье и мои друзья, вот, и мои домашние сделали все, чтобы я остался жив, здоров, и он смог сейчас плодотворно работать. И вы сейчас очень модные различные системы питания или специальных упражнений. Насколько я знаю, вы чего-то специального в питании не употребляете, и также каких-то специальных упражнений не делаете. Я знаю только, что вы питаетесь в 7 часов утра и в 7 часов вечера. Вот, расскажите об этом. Я вам скажу, дело в том, что я работал проектором институтом совершенствия врачей, и мы иногда приглашали на лекции интересных ученых, которые, так сказать, читали лекции на педагогическом составе нашему. И вот у нас однажды, таким предложением, приехали к нам из Индии специалисты по диет-питанию. И вот они нам рассказали, прочитали рак лекций по диете, по питанию, и вот они изложили систему питания одноразовую, двухразовую, трехразовую, четырехразовую, пятиразовую. И обратили внимание на то, что самая распространенная система питания нормальная для человека – это трехразовое питание, которое позволяет вырабатывать организму определенный ритм во всех отношениях. То есть этот человек может себе спланировать полностью, так сказать, и подъем утренний, и работу, и отдых, и все остальное. А кроме того, из этой диеты я понял, что наиболее подходящий для меня, как для хирурга, является двухразовое питание. Потому что, во-первых, если я в 7 часов утра получил калории, и все белки, и все остальные ингредиенты, которые позволяют мне в 12 часов или в 10 часов быть совершенно спокойным на работе, и, так сказать, быть в операционной по 6-7 часов без перерыва, то я считаю, что это чрезвычайно важно для хирургов. Вот. Индусы нам говорили, что у них, допустим, диеты двухразовые, я их очень спрашиваю, кто, это летчики наши, пилоты, им очень это выгодно. Вот они, допустим, двухразовое питание, у них большие перелеты делают, но им не надо пользоваться, так сказать, им не надо принимать пищу, им не надо принимать жидкости, им не надо пользоваться туалетом. Вот. Это, так сказать, условия, которые для хирурга чрезвычайно важны. Вот. И я, так сказать, вот в течение всей своей жизни отработал эту схему. Она, правда, очень тяжелая. Я вам скажу, что моя супруга это встречала, так сказать, это с большим подозрением, когда я начал этот режим принимать, она сказала, что нормальный человек должен, действительно, как все говорят, три раза питаться в день. И поэтому я, например, был в Америке, и мне очень понравилось, вот, их режим работы, хирургом. Вот. Они, допустим, начинают работать где-то в 7 часов утра, первая половина дня заканчивается где-то в 12 часов, потом в 5 о'clock где-то, полтора-два часа отдыхают, а потом опять работают. То есть, действительно, там имеется возможность отдохнуть, принять пищу, душ принять, вот, в бассейны покупаться, в шахматы сыграть, а потом опять работать. Вот. Это, конечно, режим очень хороший. Ну, у нас почему-то не принято начинать работу в 7 часов утра. У нас почему-то начинают в 9 часов, вот, и поэтому пока операционный день начнется уже в 10 часов, и поэтому, конечно, для нашего режима жизни и работы, тот режим, который я себе выбрал, он наиболее приемлемый, наиболее приемлемый. Хотя очень тяжелый. Я говорю, что я примерно полтора-два года к этому шел, потому что это и боли в желудке, это желание покушать, или желание выпить жидкости, или употребление, так сказать, чего-то. А потом это, знаете, входит в прекрасный режим, который, так сказать, позволяет очень пудотворно работать. И в библиотеке, если я прихожу, то я могу с 10-9 часов утра до 6 вечера сидеть и работать совершенно спокойно. Вот. Я считаю, что это один из самых хороших выборов в жизни мой.